Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала! Вот в комментариях к моему последнему видео о работах, садовых работах в январе, подписчица Любовь Петровна ее зовут, задала очень интересный вопрос. Игорь, как вы относитесь к утаптыванию снега? Ну, я решил, что просто если написать комментарий, слишком много писать придется, поэтому решил снять небольшое видео. Как раз сейчас снег идет, правда у нас тут очередная оттепель, снег в перемешку с дождем, скажем так, плюс 2 градуса, но тем не менее. Первое, с чего стоит начать, для чего утаптывают снег садоводы? Если, скажем так, его утаптывать с целью того, чтобы утеплить растения, вот я лично считаю, что снег великолепный утеплитель. Ну, так же, как, скажем, вот перчатки, которые вязаны, или так же, как одеяло, наличие вот между волокнами воздушных каких-то карманчиков, воздушных пустот, прекрасно способствует тому, что тепло наше остается, не уходит очень быстро. Точно так же и со снегом. Я уже объяснял, снежинки имеют ажурную структуру, и падая друг на друга, создают как бы воздушные полости, которые прекрасно сохраняют тепло от земли. Поэтому, с точки зрения утепления, гораздо лучше, если снег рыхлый. Ну, честно говоря, чтобы ответить на этот вопрос более точно, лучше, конечно, провести такой, в общем-то, простой научный эксперимент. Взять два сугроба рядом стоящих, в них вниз на уровне земли поместить какие-то термодатчики, эти термодатчики подключить к термометрам цифровым, и смотреть, как же изменяется температура под сугробом, который рыхлый, и под сугробом, который утоптанный, утрамбованный снег. Тогда только можно получить действительно вот достоверные научные данные, и уже как-то судить о том, является ли утрамбованный снег, скажем так, утеплителем. Я считаю, конечно, исходя из теоретических предпосылок, потому что нет у меня таких приборов сейчас, чтобы измерять температуру, я считаю, что рыхлый снег гораздо лучше сохраняет тепло вокруг наших растений, чем снег утрамбованный. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения утепления растений, утаптывать снег совершенно бессмысленно. Второй вариант. Снег утаптывают для того, чтобы уберечь наши растения, особенно молодые, от грызунов. Если снег очень сильно утоптать, грызунам действительно добраться до корневой системы, до корневой шейки, до коры где-то внизу, достаточно сложно. Может быть. Вот в этом случае как раз может быть утаптывание действительно полезно. На мой взгляд, как защита от грызунов, гораздо целесообразнее, я уже показывал это в одном из своих видео, это обматывать стволики молодых деревьев, наших молодых саженцев, либо специальными бинтами, либо просто, как я делаю, агроволокно, распускаю на полосы и вот этим материалом отлично обматываю. Это уберегает саженцы и от грызунов, как это ни странно, они такой тонкий материал, тем не менее, на зуб не пробуют. И в то же время уберегает наши саженцы от весенних солнечных ожогов. Просто, эффективно и хватает этого материала надолго, на несколько лет, по крайней мере. Это гораздо лучше и менее затратно с точки зрения сил, чем утаптывание снега. И гораздо эффективнее, кстати сказать. Следующий вариант. Часто утаптывают снег для того, чтобы он медленнее таял, чтобы вот эта влага сохранялась как можно дольше, чтобы и ранней весной еще этот снег продолжал таять и поить наше растение влагой. Может быть, вот в этом случае, может быть, имеет смысл утаптывать снег. Среди садоводов иногда практикуется такая вещь. Они говорят, что если утаптывать снег в приствольном круге деревьев, то существенно замедляется вегетация их. И наши деревья на неделю, а то и на полторы, то есть дней на десять, начинают вегетировать весной позже. Ну, то есть как бы это полезно, потому что возвратные заморозки им не мешают, не убивают вот эти цветочные почки. Дерево позже просыпается. Ну, так ли это на самом деле? Да, так. Только вот не всем это деревьям полезно. Скажем, косточковые культуры, которые просыпаются достаточно рано, в феврале, в марте, представьте, солнышко уже припекает, уже верхняя часть дерева просыпается и начинает вегетировать. А снег мы внизу утрамбовали в приствольном круге. И корневая система фактически еще спит. То есть дерево не снабжается, как следует, питательными веществами через корневую систему. Поэтому косточковым культурам, наверное, это не очень полезно. А вот яблоням и грушам, в принципе, да, они просыпаются гораздо позже, когда снег уже фактически растаял, даже утрамбованный. И им вот этот запас влаги от растаявшего поздно снега, который был утоптан, который, естественно, таять будет гораздо дольше, вот им как раз это все пойдет наверняка на пользу. Поэтому относитесь к утаптыванию снега, так сказать, творчески. Вот я, честно скажу, я уже давным-давно не утаптываю этот снег. Да, в принципе, никогда и не утаптывал, потому что считаю это занятие бесполезным. Все должно проходить по, так сказать, природным законам. Как природа насыпала снега, как он растаял, так все и должно быть. Ну и, кстати, сказать интересное замечание для тех, у кого есть газон. Я имею в виду настоящий, как принято говорить, английский газон. Вот если у вас есть такой газон и выпал на него снег, рекомендация, ни в коем случае по нему не ходить. Потому что как раз вот эти места, где вы будете ходить по снегу, по газону, как раз в этих местах весной, скорее всего, и будут проблемы. Потому что снег под ногами будет утрамбовываться. И, скорее всего, весной в этих местах начнут появляться пятна какие-то. То есть газон в этом месте будет испорчен. Ну вот такие мои размышления на тему, нужно ли утаптывать снег. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Смотрите видео, подписывайтесь на канал. И хочу вам сказать, если у вас есть какие-то комментарии, какие-то соображения за или против по этому вопросу, обязательно пишите в комментариях. Я такой же, как и вы, человек, учащийся. И мне тоже это все интересно. Буду рад услышать что-нибудь новенькое. Всего вам доброго.